Когда она в церковь впервые внесла дитя, находились внутри из числа людей, находившихся там постоянно, святой Симеон и пророчица Анна. И старец воспринял младенца из рук Марии, и три человека вокруг младенца стояли, как зыбкая рама, в то утро затеряны в сумраке храм. Тот храм обступал их, как замерший лес, от взглядов людей и от взора небес. Вершины скрывали, сумев распластаться, в то утро, Марию, пророчицу, старца. И только на теме случайным лучом свет падал младенцу, но он ни о чем не ведал еще и посапывал сонно, покоясь на крепких руках Симеона. А было поведано старцу сему о том, что увидит он смертную тьму не прежде, чем сына увидит Господня. И старец промолвил, сегодня, реченное некогда слово храня, ты с миром, Господь, отпускаешь меня. За тем, что глаза мои видели это, дитя, он твое продолжение, и света источник для идолов чтящих племен, и слава Израиля в нем. Симеон умолкнул, их всех тишина обступила, лишь эхо тех слов, задевая стропила, кружилась какое-то время спустя, над их головами слегка шелестя под сводами храма, как некая птица, что в силах взлететь, но не в силах спуститься. И странно им было, была тишина не менее странной, чем речь. Смущена, Мария молчала, слова-то какие. И старец сказал, повернувшись к Марии, В лежащем сейчас на раменах твоих, падение одних, возвышение других, предмет пререканий и повод к раздорам. И тем же оружием, Мария, которым терзаема плоть его будет, твоя душа будет ранена. Рано сия даст видеть тебе, что сокрыто глубоко в сердцах человеков, как некое око. Он кончил и двинулся к выходу. Вслед Мария сутулись, и тяжестью лет сагбенная Анна безмолвно глядели. Он шел, уменьшаясь в значении и в теле для двух этих женщин под сенью колонн, почти подгоняемых взглядами. Он шагал по застывшему храму пустому, к белевшему смутно дверному проему. И поступь была стариковски тверда. Лишь голос пророчица сзади, когда раздался, он шаг придержал свой немного. Но там не его окликали, а Бога пророчица славить уже начала. И дверь приближалась. Одежды, чела, уж ветер коснулся. И в уши упрямо врывался шум жизни за стенами храма. Он шел умирать. И не в уличный гул он дверь, отворившую руками, шагнул. Но в глухонемые владения смерти Он шел по пространству лишенному тверди. Он слышал, что время утратило звук. И образ младенца с сиянием вокруг пушистого темени, Смертной тропою душа Симеона несла пред собою, Как некий светильник в ту черную тьму, В которой до толи еще никому дорогу себе озарять не случалось. Светильник светил, и тропа расширялась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова